дорогие уважаемые люди друзья товарищи сердечный привет смотрели в курсе не смотрели не в курсе были в местных локальных маркетах фермерский маркет хочу назвать но это не совсем фермерский был фермерский я понимаю там фрукты фермер фермеры стоят в шапках счастливые и продают свои продукты но там где были это скорее всего маркет где местные производители чего-то кто-то гранолу готовит кто-то мыло не знаю кто что умеет готовить продукцию такое помещение было где они это продавали все не получилось попробовать или рассмотреть не все так сильно интересовало если видео не смотрели пойдите посмотрите приблизительно узнаете где мы были что мы делали что-то купили естественно мы поехали в маркет и без с пустыми руками вернулись это значит ними но просто хочу быстро цветы показать этот рейдер джос тоже зале и заехали быстро потому что когда были в первом маркете там ничего не было мы вышли за фруктами скажу фрукты и яйца и кое-что еще если увидим что-то вкусное съедобное нужное но поскольку в 1 1 маркет ничего не имелось подумала ради страховки поедем с рейдер джо что-нибудь купим чтобы потом с пустыми руками к детям не вернуться а то знаете этих детей жаловаться будут но конечно первым делом самолеты смотрите какие шикарные разные цветочки купила это еще ничего всех соберу как-нибудь какой-то интересный букетик сделаю а вот эти очень захотела все-таки собой взять домой маленькие нарциссы их потом посажу естественно это тоже нарцисси но эти более прилично выглядят могут и на кухне постоять где-нибудь можно их положить и потом эти вазочки такие удобные можно использовать как обычная ваза и стоили 699 или 599 лет опять но очень хорошая цена хотя бы ради вазы нужно было цветы с собой и потом цветы посадите каждый год они будут размножаться и добавляться это не помню как называется этот цветок но хороший весенний написано это показываете в коротко написано на написано аст балбс астралия астрономию а струсик что-то не то получилось но не за струсик зачеркните вычеркните ну и аст тюльпан тоже купила в такой же баночке оранжевые сказала пусть будут аст класс написано аст это что-то другое друзья это не имя здесь тоже на за на ост а сорта наверное я не знаю что как какое укорочение anyways это не важно важно что мы купили весенние цветы и я этому очень рада один туда другой сюда положу кто первым выйдет ну и хорошо цветов не хватало из страдер джозе в основном хотели фрукты и цветы поскольку цветов не хватало ваша умница гениальная гене обрезала монстеру легене мы вас не простим она же красные книги у нас она в зеленой книге там тоже и не только эти вот эти тоже подрезала немножко вы лицом уже не видите вместо вас он лицу так такие движения делает как будто хакина и гене такая жестокая а на самом деле говорят маленькие нижние листы лепестки монстеры нужно иногда удалять потому что они берут энергию от больших листьев но мне это было все равно мне нужны были зеленые листики в доме так эти придут сюда это пойдет к себе домой там ее дом орхидея интересно кто это свои сапоги здесь оставил такая уставшая была пришла присела сапоги снила и так и оставила но нам можно нам растительно мы уже в возрасте забываем за то же найти что купила купила гриб ланс мэй называется вы знаете львиный гриф или грива и ваш такое что-то и это помогает от но когда память теряете алзаймер за 8 головные разные расстройства для нас с мужем купил и говорят эту штуку купила будем принимать говорю это зачем говорю ну ты посмотри зачем это нужно очень посмотрел говорит мол ну ведь рано еще об этом думать одному помогает другому не помогает это идет другое место от стресса от депрессии тоже помогает на всякий случай будем принимать чтобы стрессе и депрессии не было мало ли жизнь такая не знаешь что будет лучше заранее себя застраховать не знаю поможет или нет не для этого купила это очень вкусный гриб пробовали просто взяла и пожарила и это было вкусно и можно готовить как мясо готовите стейк жарите да хорошенько с чесноком со специями очень вкусно это приготовим но цветы эти тоже уберу чтобы никому не мешали что продукты буду доставать до чего же вкусная гранола была у этого человека жена наверное уже ну наверное зовут но и ла но и лы покупали до этого гранолу сказать что влюблялись и прямо не могли жить без этой гранолы очень нейтрально относимся к этим явлениям гранольским у этого человека все было безумно вкусно свеже ароматы можно было почувствовать это с кашью овсянка мед pumpkin seeds в общем вы знаете разные вкусные вкусности полезности вроде бы очень вкусно с йогуртом именно хочу с йогуртом попробовать вон там что видите тыквенные семечки маленькие а это с пеканом там еще огромное дерево пекана росло в другом перед другим маркетом и много пеканов было на земле прямо валялись собрала несколько съели были очень рады это с пеканом с клюквой сушеной овсянка естественно и мед вот мейпл сироп кленовый сироп оранж зест это можно и самим до приготовить но так же хорошо когда люди готовят кокосовое масло кремберри с мейпл сироп сахар органик за оранж зест я уже когда читаю органик читается цедра апельсина соль и корица все это можно записать взять купить овсянку и все это вместе смешать и пожарить в духовке испечь это с волнац грецкий орех пекан голубика миндаль и естественно оц овсянка это очень вкусно хочу взять немножко йогурта все это сверху посыпать и попробовать гулять там гулять на самом деле это я хочу чтобы муж попробовал он в жизни буквально смысле этого слова гранолу не ел даже какой нормальный мужчина гранола даже имя говоришь совсем не мужское имя йогурт это домашний у нас это верхняя часть самая вкусная немножко отодвину он не любит эту часть но сегодня наверное ради приличия человек предлагал попробовать я попробовала сказала ты тоже попробуй мужчина смотрит а то ну неловко получится я пробую а ты как будто внимания не обращаешь и сел сейчас говорит какой же вкусный штук этот гранол мужского рода это сюда арам-чан твоя первая гранола какую хочешь чтобы добавила тебе все равно это вкусно это по-моему сказал мексиканский не знаю почему мексиканский сказал но не помню и арам подожди и сверху капельку совсем каплю очень хорошего меда арам-чан сейчас вообще влюбишься в гранолу ну хочется чтобы немножко йогурт как будто послащался скажем так сейчас муж думает что она еще собирается кусок мяса тоже добавлю не беспокойтесь арам это я серьезно говорю вот эти голубик унесли а собой голубика тоже очень хорошо подходит вот что-то в этом роде получается еще если есть другие ягоды я сейчас подойду не беспокойся вот такой маленький ложь ложь и себе ложку меда тебе ложку меда себе как будто женимся опять очень свежая гранола поэтому этот хруст ароматы жареных этих орехов очень хорошо с йогуртом и с медом очень вкусно очень вкусно видите сам мастер негранолщик сказал что это вкусно это я просто чищу изумительно вкусно я спустилась попробовала сказала как раз утром об этом хотела сказать вам гранолу купи или сама может быть сделаю наверное у меня какую-то материнское что-то кликнуло и купила гранолу тоже перестала покупать потому что такие сухие иногда зубы ломаются иногда не хочется просто так что еще купили мясо взяли не знаю какой это из другого маркета это маркет где маркет гроссери и кафе кстати люди туда приходят чтобы заказать какую-то еду посидеть и съесть еще мимо проходит трейл по которому едет велосипедисты у нас такая длинная не знаю сколько километров дорога по которой велосипедисты ходят себе любят здесь велосипед в общем это остановка где останавливаются закусывают может и покрышки насосом в общем насосируют но он не что-то не то сказал в общем они меня очень хорошо понимают окей я когда ты уходил я видела девушка пришла хотела в общем сделать это и не работала в общем мужа порадовала на все катушки оттуда оттуда купили в общем хочу знаете что сделать хочу взять и быстренько одну замариную кроме соли все можно добавлять потому что соль говорят твердит мясо и такое мясо не промываю если спрашиваете потому что уже при термовой обработке если даже какая-то там бактерия была в общем бактерия пропадает все мясо там что было так хорошо выглядели трудно было что-то не купить это рыба стейк перец принесу немножко масло оливковое чтобы специи туда попали черный перец масло оливковое могу немножко совсем капельку орегано розмарин розмарин тоже есть розмарин сделаю что еще и все чем проще тем лучше такое мясо имеет уже такой хороший вкус и аромат сильно не будем мучить нашла инструмент у меня стопок пестол и стопок ступка пестол не помню это специально для таких специй тот который очень люблю для пряностей скажем знаете кардамон или что-то другое розмарин вот так чуточку добавлю хочу закрошить или прокрасить немножко черный перец тоже добавлю даже можно уже туда соль добавить и солью все это дело замешать ну соль хочу в конце добавлять и хорошо вот так прокрашиваете чем мельче тем безопаснее для вас чтобы дети не заметили с помощью одного очень сильного мужчины у нас вот такая крошка получилась но у меня рука такая слабая в таких делах знаете хочу все таки удалить эти вот эту жирную ну сверху этого жира хочу немножко прибрать но этот жир мне нужен чтобы немножко как будто выделился и в своем жиру пожарился это тоже нужно удалить а здесь нету ничего как себя чувствует этот кусок но эти куски наверное отвалятся после того как пожарится очень нежное мясо что здесь хорошо то это молочные и мясные продукты это так эти наверное оставлю если это доедят наши еле-еле два стейка все вместе про мужчин говорю доедают два стейка на четыре мужчины у нас четыре мужчины но котиков не считаем но считаю котиков у нас семеро мужчин они тоже пользуются и одна девушка тоже пользуется anyways сейчас капельку масла добавлю чтобы помассировать и можно было естественно вручную сделать но хотелось смешать с розмарином капельку буквально капельку и с обеих сторон этой смесью не только с обеих сторон со всех сторон лучше хорошенько помассируем масло помогает чтобы специи подружились с мясом а по бокам масла не кладу просто капельку и буду жарить сначала на сильном огне и походу добавлю соль чеснок тоже принесу пусть немножко маринуется минут десять не знаю сколько минут пока сковородка утеплится пока туда-сюда вот им залить хочу посмотреть смогу ли я заснять ее розовый язычок спит как ребенок очень умный сейчас покажу грибы как влюбиться интересно как влюбляются все по-разному да все во что-то все в кого-то я влюбилась в этих грибов такие они красивые были все смотрите будто пуховые мягкие сказал хотите разобью на несколько частей разделю сказал чтобы не трогали моего гриба оставьте оставьте в покое моего гриба это думаю да их вот так на кусочки вот смотрите здесь их корень кстати продавали сказала когда переедете к нам переедете маркет у нас тоже бывает по субботам тоже бывает парень там мы у него покупали если вы отличники видели у него два раза покупали эти грибы продавали такие уже заготовленные специальные грибные как называется это в пакете их собирают наверное туда кладут их споры как семена грибные и нужно было поставить в каком-то холодном месте сделать только крестики на целлофане и говорит от одного пакета такого можете получить где-то 3-4 паунда это где-то 2 килограмма грибов это даже килограмма нету или может не знаю не буду взвешивать или хотите давайте взвешиваем на что-то нужно класть чтобы по паундам не по паундам а по грамм хотим килограмм ах килограмм надо придется сломать мою любовь о 572 грамма так килограмма нету да можно ну это 30 долларов стоило это не знаю сколько стоило но 70 долларов заплатили за 70 с чем-то заплатили за эти и вот эти тоже очень красиво этих сломал сказал не могу поместить вешенки синие или фиолетовые не помню blue или purple по мне они вешенки как вешенки но бывает светлее такие и так пахнут хорошо и да это купили экстракт от депрессии от потери памяти это мне сейчас нужно принимать это потеря памяти что-то говорю потом забываю это о чем я сказала ну да ну думаю эти сделаю кулинарный маленький выпуск на англоязычном сварю супчик очень вкусный и пожарю может быть эти думала сегодня пожарить но раз уже это жарю он это съест я кусочек 7 и уже не голодные вкусно когда они такие свеже приготовленные может быть завтра послезавтра не испортится в холодильник положу ничего не будет пусть немножко здесь постоят или ради красоты как декор очень красиво говорит кто-то их покупал у меня чтобы просто фото сделать говорю а вы не знаете после фото что они должны были делать с этими грибами не выбросили надеюсь пусть 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 стоят это 25 долларов только за это значит это где-то 50 с чем-то я взять и пожарить уже этих молотчиков где жирная сторона я жир не оставляю ни на что потом вот вот вы вот немножко постояла чтобы жир расслабился 2-3 минуты. 2-3 минуты. С одной стороны уже посолила, осталась другая сторона. И почти готово. Немножко маслом полью. Бейс так вот сделаю. Еще капельку масла. Масло этому делу очень помогает. Совсем скоро. Запах изумительный. Только жаль, что каждый раз делаю стейк. В основном в нижней кухне делаю. Приходится газовую плиту еще раз промывать. А это нам не нравится. Нам, женщинам. Особенно, когда уже в этот день один раз смели. Уже выключила. Естественно, уже когда поджарите с обеих сторон, нужно температуру понизить и еще с обеих сторон в масле покрутить или маслом залить. И уже готово. Сейчас удаляю. Сейчас удаляю с огня, чтобы перестало уже вариться, париться и успокоилось. Обычно сразу на доску кладу и чем-то закрываю. Но здесь так и оставлю. Закрою на несколько секунд. На десять минут. Даже. Так, продолжаем наш выпуск. Что еще взяли и купили? Ой, это детям купила, чтобы поутбаловались. Немножко, но это им после ужина покажу. Какие-то яйца шоколадные. С разными вкусами. Как я... А, я думала, там уже шоколад. Но это пробовать не будем. Ну что, дети, что ли? До сюда. Сельдерей совсем никому не интересно. Такие мясистые горох. Что было, то и взяла. Восемь долларов за четыреста грамм. Четыреста. За паунд. Может, цены говорила. Не знаю. Пишут, скажите, цены этой. Кому интересно. Уже, в конце концов, все равно уже купили. Томаты, смотрите, какие шикарные. Очень красивые, как иванушкинские. Иванушкинские. Слово такое. Кофе. Рассказывала. Надя нам такой кофе оставила, когда мы домой переехали. Утром муж этот кофе приготовил. Это было очень вкусно. Или у меня воспоминания такие магические. Магические. Есть слово? А, магические. И это кофе очень вкусно и такой ароматно запомнилось. Завтра мы пьем. Сегодня не будем уже кофе пить. Чай? Нет. Нет. Он вообще не будет вечером одну чашку. Хотя бы пить не будет. О, яйца взяли. Купили. 6 долларов за ячейку. Натуральные, самые настоящие. Куриные. О, на этих посмотрите. Здесь, думаю, на Истер не надо будет яйца красить. Они все уже накрашенные. Это разбитые или мне показалось? Мне показалось. Очень красивые. По-моему, иногда есть пища или продукты, которые, по-моему, лучше всякого дизайна. Очень люблю в миске или в корзинке именно такие разноцветные яйца, чтобы на кухне стояло. Очень красиво, по-моему, как кухонный декор. Натуральные, красивые яйца. Покупайте красивые яйца. Какой огромный. Наверное, эта корочка была очень счастливой. Большие яйца. Окей. Это уже завтра будем пробовать. Мужчина. Говорит, эти яйца убери, чтобы здесь чисто было. Мужчина. Это дизайн. Только что рассказывала. Декор кухонный. У слады для глаз. Учитесь, мужчины. Можно видеть красоту во всем. Это просто микрозелень взяли. Что-то купила, что сто лет не пробовала. Или, может быть, всего лишь пятьдесят лет. Но это не то. Это не про то. Это очень нежный крест-салат. Не мою и не начинайте, пожалуйста. В жизни я это не помою сейчас. Их продают под текущей струей, под душем. Они растут. Уже мокрые, чистые. Не будь спокойно, жива, здорова. Хорошо себя чувствую. Вкусно. Но не котом. Котом он котом. Вот это не пробовала. Но наши дети такое не едят. Начнем с этого. Им скажешь, ребенок, попробуй такую вещь, такой продукт. Топинамбур, да, называется. Гетнахандзож. В нашем детстве это было фруктом. Это было чем-то таким. Не то картошка, не то яблоко, не то, не знаем что. Гетнахандзож. Именно, если с армянского перевести, подземное яблоко. Или земляное яблоко. Так можно перевести. Гетин – это как земля. Ханзор – это яблоко. Вот перевела. Маленький взяла, чтобы попробовать. Они их жарят, говорят, очень вкусно. Даже, может, и пробовала. Помню, что-то с этим изжаренным. Да, тоже не мою. Но хорошо почищу. Как обычно я чищу, знаете, картошку. Сантиметр беру и удаляю. Ам, ты любил гетнахандзорф? Конечно. Где Арам, где гетнахандзорф любить? Ммм. Очень вкусный. Такой сочный. И нежный. Клодец витаминов. Говорю тебе, это должен есть, если хочешь, чтобы живота не было. Это удаляет живот. Это когда Беку говорю. Сид, чтобы вырос повыше, да, ростом. Чтобы рост был повыше. Недавно он мне говорит. I'm fine with it. Говорит, как будто мне все равно, а мне все равно. Кто ты его так научил? Раньше действовали мои методы. Говорила, это ешь, чтобы помогать, чтобы ты быстро вырос. Не дам, не дам. Интересно. Растут и... Не надо, так говорю, Бек. Послушайся, маме. Хочешь маленький кусочек сделаю? Ммм. Почему у меня нету живота? Можешь сказать? Все детство я это ела. Не веришь? Очень любила. В детстве я это очень любила. Очень хрустящий земляной яблок. Люсенсест. Убежду. Обычная минеральная вода, но короткого качества. Совсем неплохое. Очень обрадовалась, когда увидела... Вот в этих пачках, когда мы переехали сюда, у нас поблизости одна ферма есть. Фермерский магазин. Не магазин, будка. И там, как приехали в морозильном отделе, вот в таких пачках не из этого именно... Бейкеры хотела сказать. Ну где пучерож? Где делают мясо? Фермы, фермы, фермы. Ферма. Не из этой фермы, но именно в таких пачках покупали, приносили до чего же вкусная говядина. И несколько месяцев назад эта говядина закончила, и все, не могла нигде найти в таких пачках местные. Это видно, что местная говядина. Не магазинная. Это называем не магазинная говядина. И нету, нету. И муж говорит, по-моему, мы все купили то, что переехали. Там что осталось, мы уже купили. Продавца спрашивает, говорит, а парень, когда придет, прошу, чтобы принес или туда-сюда, так и нам не принесли. И у меня сейчас фобия, что я в жизни больше не найду говядину в таких местных упаковках. Как вижу, говорю, дайте нам несколько пачек. Попросила 4 пачек таких местных говяжьих продуктов. Это так. Осталось всего лишь... О, течет кровь из сердца, сердечки куриные. Я и зоопарк их очень любим. Только один остался. И знаете, они еще продавали специально для животных, домашних животных. Что у нас есть? У нас котики и собаки. Специально для животных. Остатки разных мяс. Собирает вот такую штуку и 4 доллара. Это и тяжелая, хорошая по размеру. Я не знала. Если бы знала, давно бы просила у местных, в общем, местных выдать. Нам еще и для зверей такие. Покупали обычные для людей и давали животным. Но цена хорошая. 4 доллара. Это интересно, вкусно. Спрошу, скажу. Ну, это в морозильник не хочу. Но хочу удалить. Значит, у меня говорила в прошлом видео. Если что-то у кого-то пробую, даже если не совсем сильно нравится. Такое чувство, что должна купить. Вот такое у меня чувство. Попробовали сыр. Ты сказал, вкусно. Тебе действительно понравилось или... На вид очень плохо выглядит. На вид, ну, просто очень плохо выглядит. Это сыр с aged gouda. Smoked gouda. А goat cheese. Козий сыр. И там разные специи. Перец. Не знаю, что. На вид. Для меня иногда очень важна. Вид очень важен, как выглядит. Женщина предложила. Мы... У нее такой красивый ребеночек был в руках. Он знает, почему я подошла туда. Ну, как ангелочек с белым бантиком такой. Я подошла, чтобы на ребеночка посмотреть. Он сказал, хотите попробовать наши сыры? Хотела сказать, а можно ребеночка немножко подержать, пока вы сыры предлагаете? Anyways. Она предложила. Я взяла половину села, половину мужу отдала. Он сказал, вкусно. Действительно, это было вкусно, честно говоря. Куда мы любим? Но то, что оно выглядит немножко не по себе. Попробуем. Попробуем. Ты любишь. Вкусно. И? Интересный, да? Интересный. Интересный сыр купили. Если интересный, кто сказал интересный, то ты на хлеб намазать. Очень вкусно будет. Съешь. И такой миндальный шоколад купили. Он сказал, там суперский шоколад есть. Черный шоколад. Dutch cocoa powder. Himalayan pink salt. Как будто это хорошая вещь от этой соли. В основном 99% гималайской соли. Китайская соль, где много лед. Как перевести? Ядовитая substance, от которого у многих людей камни в почках появляются. И это даже у меня в комментариях люди писали. Очень много слышала. То есть достать настоящую гималайскую, authentic, правильную соль почти, говорят, невозможно. Но если есть, она очень дорого стоит. Мы покупали эту соль за меньше, чем обычную морскую. Так что идите думайте. В общем, купили гималайскую соль. Посмотрим. Попробовала. Там нормально. Старшая дочка очень любит миндальную пасту. Как арахисовая паста называют. Масло арахиса или butter на английском. Именно butter и называют масло. Что-то интересное было. Самим можно приготовить. Берете миндаль. Взбиваете в блендере. Добавляете туда не гималайскую соль. Сахар. Dried whole milk. О, молочный порошок. Что еще? Roasted almonds. И миндаль жареный. Dutch cocoa powder. И все. И все. Там больше ничего особенного нету. Все могут это приготовить. Если хотите, приготовьте. И будет еще полезнее, еще вкуснее. Хотя про миндаль тоже уже сказки рассказывают. Говорят, в общем, плохой. Не есть и много миндаля. Она очень трудно переваривается. Туда, сюда. В общем, друзья, должны перестать есть вообще в жизни. Ара, ты попробовал? Тебе тоже дала. Всегда такие масла нужно хорошенько замешивать. Потому что жидкое масло наверх поднимается. 12 долларов, если спрашиваете. Сколько долларов на ветер, Рагина? Ну, а дочка съест. Дочка съест. После таких масел язык прямо слипается. Невозможно разговаривать. Хочешь попробовать? И зубы, наверное, такого цвета. Тебе понравится? Соль в этом необходима. Прямо помогает, чтобы съесть. Неплохой. Делаю такой из фундука. Как вроде бы нютелла. Очень вкусно получается. Эгине нютелла, посмотрите. Ну, очень вкусная смесь ореховая. Помнишь? Очень вкусно. То же самое сделано с миндалем. Логика. Муж меня дразнит. Говорит, на 100 компас, смотрите. Я не показываю тебе стакан. Говорит, это ты в китайском стиле минералку пьёшь. Нет, японская деревня. Это японский комплект. Киничула. Не знаю, есть такое слово или нет, но... О, стейк. Главного осла оставили в Ахоле. Позову моих стейкщиков. Позову моих стейкщиков. Позову моих стейкщиков. Сначала мы будем пить омоле. Сейчас наши дегустаторы профессиональные стейкмастерские, Арка и Бекия Илоян, продемонстрируют как они едят изумительный стейк. Мастер сказал, как это выглядит. Это лаян. Мейн. Да. Капорцез. Почему? Это как стейк. Я не хочу шрифт. Кто-то писал, что детям это нельзя есть. Я не лаян. Я даже не лаян. Похоже на белый лаян. Какой красивый выглядит. Я не знаю. Ура. Пришла. Смотрите, какая она. Ох, церезари. Она настоящий ценитель. Подождите, я сейчас хочу просто посмотреть, есть ли там такие минискюльные, скажем, кусочки жира. Мистер Арка, here you go. Арка пошел руки мыть? Или пошел что-то другое делать? В общем, пошел. А European, мистер Арка? Шатамова. Шатамова. Вы думаете, что это? Я хорошо. Ты хорошо? Знаешь, я сделал драйп. Я взяла драйп. Он говорит, что я ехали. Нет. Это драйп. Он говорит, что я ехали виноград. У него есть excuse. Бег урес! Бег! На Profit! Подойдите. Высок? Альма? Очень. Очень вкусный. Детей уже быстро кормлю. Двигаемся дальше. Не хотим, чтобы быстро взрослели. Хотя бы этого хотим немножко еще так продержать в белом бантике. Ари. Говорит очень вкусно. Я знаю. Ей нужна секунда, чтобы все поесть. Немножко маслицем полью. Сколько? Три. Три штуки хочет. Так удалю потом. Иногда я вот прохожусь по этим остаткам, если хочу, если жалко. Нужно было достать, чтобы масло осталось только маслом. А тут еще и сок от мяса. Поэтому такая жидкая. Обычно только в масле, да? Маслом поливаем. Маслом поливаем. Окей. Маслом. Тебя тоже удачу. Не беспокойтесь. Всех покормим. Ишхан тоже к запаху пришел. Присоединился. Он к нам просто в гостиницу приходит, кушает. Немножко спит и уходит. Продолжаем наш выпуск. Арнаку оставим. Еще немножко пюре сделаю. Самое интересное, наш Арнак любит, когда стейком есть пюре. Но есть пюре заканчивает, забывает, потом уже начинает есть стейк. Я говорю, Арнак, если хочешь пюре с стейком, то обычно кусочек пюре берете или кусочек мяса, намажите сверху такое мягкое пюре и потом кушаете. Но наши все-все по отдельности. Это прикрою, потом немножко разогрею. Уже почти выходили, это курочка просто обычная, обычный чипленок скорее всего, но написано чикен. Ну чикен, я говорю курочка, когда курочка зрелый, да, зверь, животное. И когда она маленькая, она не может быть курочкой. Это минимум цыпленок, это цыпленок. Потом уже чуть ли не выходили из магазина, увидели, кто-то там что-то режет на специальной машине. И увидели, у них еще продается такая индейка. И купили, потому что наши дети такое каждый день с собой в школу в ланч несут. Просто хочу посмотреть. Там немножко кусок жили есть. Это для меня проблема. Потому что, если я для них сделаю ланч, они откусят и кусочек джила попадет в зуб или под зуб, они в следующий раз этот ланч не понесут. Это значит каждый раз, я когда буду готовить их сандвич, сандвич должна вот так на волокна сделать, чтобы найти этот кусок джила. Как хорошо, что поела. Но вкусный и на вид очень такой свежий. Только что нарезанный, это очень свежий. Совсем неплохой. Липачки взяли. Потом положу специальную посуду. Что еще интересного? Ничего особенного там такого не было, что что-то новое. Но клубники такие красивые были. Вот смотрите. И пахнет как клубника. И что меня привлекло? Не поверите. Цветок посмотрите. Егина из-за этого купили. Из-за этого тоже. Почти у всех цветок есть. Очень красивая клубника, по-моему. Жалко удалять цветок. Окей. Пусть будет. Чипсы никому не интересуют. Но они органические. А без джема. О, купили золотую колбасу. Маленький кусочек за 10 долларов. Уже не удивляемся, что что-то маленькое, совсем обычное стоит. Как будто что-то особенное, дефицитное. Но хотим просто самим поглядеть и вам показать, что из себя представляет итальянский. Только соль и перец. Там больше ничего написано нет. Наш герой пришел. Ари. Такой мягкий, милый стал Вася после операции. Ари. Она так быстро глотает большой кусок, пока Вася... Ари. 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 попробовать потом уже из кареты в тыкву яблоки местные это камео и red delicious очень вкусные сорта но главное что были еще и хорошие последний раз из фермы купили но уже сезон прошел такие мягкие были наш яблоковед сказал что я не буду кушать даже не сок сделать дочка говорит когда не хрустящие не ест не хрустящие яблоки но эти крепкие могут быть и хрустящие иллюстра глявная кого пинделина совершенно быстро и беззаметно что купили страдер джоз уже неинтересно сто раз покупали но эти дети очень любят маленько пакетики на ланч покою эти очень темные шоколады капли шоколадные купили чтобы испечь печенье для взрослых это тоже шоколадные капли но полусладкие калифорнийский изюм кто-то зовет тебя аром орехи калифорнийские тоже для печенья для взрослых две пачки раз и поехала подумала возьму две пачки взяла миндаль органик или не органик пусть будет сказала и взяла калифорнийский идем черный шоколад чтобы на ланч они эти шоколады уже называют шоколад на ланч салат салат мой любимый уже все равно не помню даже не пишите что это belgian and i все равно есть слова которые не созданы для меня любимые одну пачку уже съели калифорнийский хаох грязный виноград открою смотрите он настоящий профессионал своего тела я не ем а извиняюсь я только подержу в армении когда кто-то не пил говорит я не пью но ему все равно наливали такой закон если не пьешь все равно и ты мужчина в особенности тебе должны налить стакан ты просто поднимаешь челкуешь как будто челкаешь стаканы друг другу и можешь не пить так я слава и кладете обратно свой стакан не даете другу который очень любит пить и вместо вас он выпьет если у вас так вас к уже бежит играет как будто ничего не не было в его жизни огурчики и огурчики и огурчики подумал раз уж поехала давай возьму и возьму индюка в том магазине еще не видели и сразу в морозильник положу это их ланч нужно чтобы он всегда был этим маленькие маленькие беленькие знаете клубника которая вроде бы ананас клубника и действительно какой-то интересный аромат ананаса есть любимые томаты она масло все это я купила потому что не знала что из того маркета все-таки удастся купить фрукты скажем про мясо индюка вообще не думала а то бы наверное эти не взяла даже яблоки не купила бы яблоки такие лучше такие чем магазинные лимон естественно купила ежевику яблоки потому что наша дочка без яблок не может картошку купила хотя в ферме даже нормальной картошки не увидела такие все старые арабасенчи сузон и она думает что это очень важная игра с этими пакетами она тоже присутствует при игре тоже хочет в эту пакет головой сейчас заканчиваю держитесь вы у меня сильные вы уже привыкли захотелось такие сухарики опять взять что с этим жарю очень такой с верхней покрой такой хрустящий получается хотя сама делаю из остатков хлеба то что у меня остается но то вкладыв фарш и эти фарши не кладу это чтобы пожарить это для салата оливки очень вкусный салат есть такой армянский это буду готовить масло для жарки подсолнечное масло для всего взяла купила заметила что очень сильно повысили цены на оливковое масло трейдер джозе именно когда-то покупали 699 какое-то масло сейчас 11 сразу так поскочили цены сальса это как томатный соус для супов уже не рассказывала дочка очень любит супы там и лук и зелень и томат все есть это орза обычная паста но выглядит как рис и по-моему очень вкусная салат готовлю из орзу она сейчас стоит операторские базилик интересно сегодня везде какой-то итальянский настрой был был очень хорошего количества базилик томаты были разные а моцарелла там стояла макароны были песто соус и капутулу и тут хедер джозе у того маркета был такой аппетит их тянула итальянской еде мне тоже захотелось армян держи салата все мы это сделали мы все достали показали поделились прокомментировали надеюсь какое-то интересное что-то вам передали огромное спасибо за ваше внимание за терпение за понимание и за то что вы у нас есть увидимся все смотрите нарцисс открылся пока я тут вас заговаривала цветок решил улыбнуться и